Пророчество — это... Ну, для начала бы хотел задать вопрос, кто, может быть, вообще может сформулировать мысль, что такое пророчество? Да, что такое пророчество? Кто-то может сформулировать? Я думаю, что пророчество — это слово от Бога, приходящее через пророка, через Божьего служителя, которое имеет своей целью обличение, наставление, назидание. И иногда оно возвещает будущее. Потому что мирское понимание пророчества — это просто предсказание будущего. Но библейское понимание, оно лишь в некоторых случаях, лишь предсказывает будущее для того, чтобы явно было, что это действительно Бог. Бог говорит через этого человека, через пророка. Хорошо. Мне нравится ваше определение. Давайте запишем, может быть, более подробно. «Это предсказание будущих событий, для прогнозирования которых недостаточно человеческой мудрости. Для прогнозирования которых недостаточно человеческой мудрости. Это предсказание будущих событий, для прогнозирования которых недостаточно человеческой мудрости. Потому что они даются всеведущим Богом. Потому что они даются всеведущим Богом. И основываются на знании многочисленных взаимосвязей. И основываются на знании многочисленных взаимосвязей и взаимоотношений в человеческих делах. И основываются на знании многочисленных взаимосвязей и взаимоотношений в человеческих делах. Которые свойственны только всезнающему Богу. вы потеряли мысль я понимаю что это немножко сложно но я хочу чтобы вы записали это общепринятое понятие давайте я повторю это предсказание будущих событий для прогнозирования которых недостаточно человеческой мудрости потому что они даются всеведущим Богом и основываются на знании многочисленных взаимосвязей и взаимоотношений в человеческих делах все дописали можно продолжать которая свойственна только всезнающему Богу так что по самой своей природе так что по своей природе пророчество должно быть божественным так что по своей природе пророчество должно быть божественным откровением должно быть божественным откровением записали кроме того эта информация передается через людей кроме того эта информация передается через людей избранных всемогущим Богом который может общаться с человеком любым путем по своему выбору который может общаться с человеком любым путем по своему выбору. Не сильно заумно? Но это общее понятие и хорошо, чтобы вы знали его. Это общее понятие, которое принято в богословии о том, что такое действительность и является пророчество. И приведу вам небольшой пример. Однажды римский император, проснувшись утром, попросил, чтобы ему принесли Танах. Ему принесли Танах, он открыл Танах, и вдруг попал на отрывок из Писания, который был записан в пророке Михея 5.2. Кто знает, что было записано в Михея 5.2? Кто знает, возьмите микрофон и скажите, что же записано было в Михея 5.2? Ну что? Кто готов тогда прочитать, если вы не помните? Возьмите микрофон, пожалуйста. И этот римский император, прочитав этот отрывок из Писания, подумал, пришло время, наверное, уже родиться Мессии, поэтому нужно быстренько всех собрать в Вифлееме. Что же для этого сделать? И для этого он принял решение, что он сделает что? Перепись населения, потому что он хотел поднять налоги. Но на самом деле это так не было. На самом деле было так, что Бог, который сказал пророчество через пророка Михея, он заранее знал и точно определил, что в это время этот римский император захочет поднять налоги, захочет обогатиться таким образом. И зная о том, что эти события будут происходить, он предсказал это пророчество, что именно в это время, зная, что Иосиф и Мария придут в Вифлеем, потому что им нужно будет участвовать в этой переписи. И таким образом он сказал, что Мессия родится именно в Вифлееме. Мы знаем, да, это записано в Евангелии от Матфея и в Луки 2 глава 1-3 стих. Кто-то готов прочитать? Луки 2-я глава 1-3 стих. С 1-го по 3-й стих. В те дни вышло от Кесаря Августина повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квирине Сирии. И пошли все записываться каждый в свой город. Ну, можно прочитать и 4-й стих. Пошел также Иосиф из Галилеи из города Назовета в Иудею. Город Давидов называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Ну, там 5-й стих тоже, да, говорит, что они пришли с Марией и так далее. То есть, видите, да, не происходило так, что, ну, вдруг этот император, он захотел помочь Богу для того, чтобы осуществить Божий план. Но было так, что на самом деле заранее, за много лет до того, как эти события произойдут, Бог знал. Бог знал те события и те определенные вещи, которые произойдут в жизни тех или других людей. Поэтому Он и сказал, что это произойдет и это случится именно в этом городе, в городе Давидова. Можем на это сказать аминь? Аминь. Поэтому, знаете, это своего рода как определенная проверка. Ну, с другой стороны, можно было бы еще рассмотреть другой вопрос. Вы помните, наверное, в книге Ездры пишется о том, что царь Кир дал указ о том, чтобы еврейский народ возвращался на свои земли. Помните об этом, да? Да. И как вы думаете вообще исторически царь Кир дал указания только для еврейского народа возвращаться на свои земли? Знаете, это вообще очень интересно, что когда... Ну, тоже хорошая мысль. Я скажу, честно говоря, что я думал, когда вот прочитал этот отрывок Писания, да, когда я прочитал книгу Ездры, то я, честно говоря, думал, что это было чудо. что Бог конкретно проговорил как бы вот, скажем, там в сердце к царю, потому что, знаете, говорится, что сердце царя в руке Господа, да. И я, честно говоря, думал, однозначно, что это было просто вот сказано Богом, да, что через 70 лет, помните, да, через Еремию было сказано, что через 70 лет Израиль должен вернуться, ну, в свою землю, да, и так далее. И я думал, что Бог просто повелел ему каким-то образом, чтобы он это сделал. Ну, может быть, так это и было. Но самое интересное, что исторически говорится о том, что когда Вавилон захватил Израиль, захватывал другие земли, да, то чем они занимались? Они брали народы и переселяли и в другие земли. Таким образом, они как бы отрывали корни, да, переселяли в другие земли, потом брали другой народ, переселяли в эту землю. И что на самом деле они хотели добиться этим? Они ассимилировались и теряли связь со своим прошлым. Берите микрофон. Микрофон дайте. Я думаю, что это было сделано с целью того, чтобы народы отрывались от своих корней, от своего прошлого, ассимилировались и в принципе уже переставали претендовать на свои законные права, на свободу и оставаясь вот в таком вот подчиненном состоянии и довольствовались тем, что есть. Ну, еще один из моментов. Они не могли организовать восстание, потому что они были рассеяны. То есть у них не было централизированного какого-то управления, власти, там, бунт невозможен фактически. Оба ответа правильные. Они, как бы, даже, можно сказать, больше дополняют друг друга, потому что в действительности эта тактика, эта стратегия, она была направлена на то, чтобы подавить заранее какой-либо возможный бунт, восстание, чтобы, ну, люди могли объединиться для того, чтобы противостать, отсоединиться от этого государства. То есть, потому что, как бы, государство определяется не только народом, да, ну и чем еще? Землей. Территорией, на котором находится этот народ и эта земля, как бы, должна принадлежать этому народу, да, то есть, тогда это не просто народ или нация, да, но это уже как государство может быть. И это государство может объединиться, восстать, отсоединиться и так далее. И когда персы завоевали Вавилон, то царь Кир, он вдруг стал делать наоборот. Он стал все народы возвращать в свои места, в свои земли. И, знаете, некоторые историки пишут о том, что просто писались там множество этих там глиняных дощечек с указанием того, чтобы один народ переселился в эту землю, другой народ переселился в эту землю. Его тактика, его, ну, как бы, видением, скажем таким, было то, чтобы вернуть все народы в свои земли. И, знаете, одна из причин какая была? Царь Кир, пожалуйста. Что он хотел таким образом поднять свой авторитет в глазах подвластных народов? Хорошее, хорошее мнение. А какие есть еще мнения по этому вопросу? Есть еще какие-нибудь мнения по этому вопросу? Почему же все-таки он так действовал? Помните в книге Ездри, да, царь Кир, он еще как бы особо выказывает уважение Богу Израиля? Помните или нет? Говоря о переселении, он еще выказывает как бы особое уважение Богу Израилеву. Было пророчество, причем он там по имени и назван. Но интересно то, что царь Кир, он был язычником. И он поклонялся различным богам и так далее. И его действие было вызвано тем, что он хотел заручиться поддержкой со стороны всех существующих богов, народов, которые подчинялись ему. И таким образом он говорит, что ну вы евреи возвращайтесь в Израиль, отстраивайте свой храм, начинайте поклонение своему богу. И таким образом он ожидал, что со стороны бога Израилева он будет иметь поддержку. Другим народом он говорит, возвращайтесь в свою землю, отстраивайте там храм, ставьте своих идолов и так далее, ожидая, что там он также будет что иметь? иметь поддержку, понимаете? И таким образом он ожидал иметь поддержку от всех богов, которых населяли народы, которые он завоевал. Это была его тактика. Но я скажу, что все это произошло еще за 70 лет, примерно считают, что вообще произошло 67 лет прошло, от начала вавилонского пленения и до указа Кира. Получается, что эти 70 лет, за 70 лет бог предсказал это пророчество по какой причине? Потому что он знал все события, он знал весь ход мыслей и движений, которые будут происходить, и он заранее уже знал и располагал то действие, которое произойдет. И это не то, что как знаете кто-то гадает на картах или смотрит какой-то шар какими-то яйцами, кофе или что-то еще, или как составляют астрологические прогнозы и так далее, и так далее. Это точно определенное действие, исходящее из того, что бог заранее знает действительности места, положения и события, которые будут происходить в жизни того или другого человека. По этой причине мы можем видеть, что в действительности пророчества, сказанные богом, они сбываются, и они являются истиной, и они происходят на самом деле. О чем бы еще я хотел поговорить, это о самих пророках. Нам нужно как-то определить вообще, кто на самом деле является настоящим пророком? Или как определить настоящий ли пророк? Ну, не знаю, как вы считаете, вообще это сегодня актуальный вопрос? Очень. Хорошо. А в Торе есть критерии для определения истинного выложенного? Да, да, сейчас. Есть в разных действительности местах Писания определения по отношению к пророкам. Ну, во-первых, можно сказать, что в принципе из Писания мы можем увидеть, что пророков можно характеризовать как бы в трех направлениях или тремя путями. Первое, он должен быть проповедником. И имеется в виду, что он должен быть проповедником Слова Божьего. Он должен быть проповедником. Если вы посмотрите на всех пророков, то вы увидите, что они были в своем роде разные, да, и вели себя абсолютно по-разному, да, то есть каждый переживал разные события в своей жизни и так далее. например, ну, пророк Исаия, да, очень как бы считается большим пророком, да, и известным пророком, и многие знают пророка Исаия, даже те, которые не верующие. И в действительности его книга, она наполнена, да, и мессианскими пророчествами, и другими пророчествами. Он был особенным человеком. Знаете, на мой взгляд, это был человек, который был такой. который бил просто в лоб, да, то есть у него как будто не было никаких компромиссов и всего остального, да, он был такой прямой, конкретный, да, никаких у него нету таких лево-вправо, вот так и все, по-другому не может быть. его в книге Исаия 28 главе есть очень интересная такая, ну, его там беседа, можно сказать, в определенном смысле с народом Израиля. Давайте откроем Исаия 28 глава. Так, здесь, Начинается с того глава, что Исаия пророчествует. И вот посмотрите, с 9 стиха в ответ, это слова, которые говорят люди, в ответ на его пророчество. И здесь написано, а говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью. Отнятых от грудного молока, отлученных от отцов матери. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Слышали вы, может быть, уже комментарии или какие-то проповеди на это место, заповедь на заповедь. Слышали, да? А что обычно вы слышите? Ну что обычно говорят в отношении этого отрывка Писания? Это так обычно, в действительности, обычно так это трактуют отрывки Писаний. И считают, что это, ну, вот так вот, действительно, что это о законе говорится, и закон еще чем-то ограждается, и так далее, и так далее. Предложение еще какое будет? Оттление, чтобы нести ответственность, они создают на ту заповедь, которую Бог дал, дают свою заповедь, свои законы, чтобы оправдать свое поведение перед людьми. Ну, вы, в принципе, говорите то же самое, что и он сказал. Да, ну, пожалуйста. Я на одном еврейском сайте прочитал такую интересную притчу по этому поводу, что, ну, якобы евреи устали от своей избранности, пришли к Богу и говорят, избавь нас от этой избранности. А Бог говорит, хорошо, только верните мне мои заповеди. И начали они носить заповедь на заповедь, правило на правило. А Бог, когда увидел все это, говорит, я вам дал только Тору, а то, что вы взяли сами на себя, сами и несите. Ну, на самом деле, попробую объяснить вообще, что происходит здесь. После того, когда Исаия им пророчествует и говорит, что Бог говорит так, Бог говорит так и так далее, они просто начинают смеяться над Ним. И это слова, как бы, знаете, такого определенного сарказма. Они смеются над Ним, как бы, над пророком и говорят ему, что кого хочет он учить ведению. Это просто издевательство со стороны народа по отношению к пророку. Понимаете, да? То есть здесь нету, на самом деле, учения о том, что заповедь ограждается заповедью. Это слова вообще народа. Они просто смеются над Ним. И, как бы, издеваясь, говорят, кого хочет учить он ведению. Кого он, вразумляясь, собрался проповедью. То есть, другими словами, что они говорят? Что они и так уже все достаточно знают, им уже ничего не нужно, да? Как говорится, что, как многие говорят, ну, помните выражение, да? С молоком матери мы, как бы, все уже в курсе, да, обо всем. Мы все знаем с молоком матери, там, в нас это впитали и вложили. Помните, да, молодой человек, который пришел спросить у Иисуса, богатый человек молодой, который хотел знать, как же ему унаследовать Царствие Божие? Иисус его так же спрашивает, да? А он говорит, с молоком матери в этом я утвержден. Помните, да? Когда о законе Божьем он его спрашивает. И тут они так же, они смеются над пророком и говорят, ну, что ты нас учишь? Что ты нам все это говоришь? Заповедь на заповедь. И так далее, и так далее. Понимаете, да? Это издевательство, на самом деле, со стороны народа. В отношении того, что они просто над ним смеются, чему он их собирается здесь учить. Если они и так уже, как бы, грамотные, и так все знают. А вот ответ пророка. Он говорит в 11 стихе, за то ли печущими устами, то есть вот за то, что они, вернее, вот начиная с 10 стиха его ответ. Он говорит, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Извините, это еще их слова, да. С 11 стиха. Он говорит, за то ли печущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. То есть, что они не принимают сегодня пророка, да, и смеются над пророком. Он пророчествует им и говорит, что лепечь с местами, то есть это говорится, ну, как на других языках, то, что им не будет понятно. То есть, когда вам говорят, допустим, на языке, который вам непонятен, да, то есть вы просто думаете, что это какое-то, может быть, лепетание, да, ну, вы понимаете, что это какой-то другой язык, но для вас это звучит как простое лепетание. И он говорит, на чужом языке будут говорить к этому народу. То есть, сегодня они не хотят слушать на родном языке то, что проповедует им пророк, слово Божье, которое сказано ему. И он говорит, что будет проповедано слово им на других языках. Им говорили, вот, покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели услышать, и стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и падут в сеть, и будут уловлены. Вы слышите, что он говорит, да? Он как бы теперь передразнивает их. То, что они вот только что дразнили его, как бы, да, вот смеялись над ним, теперь он передразнивает их и объясняет, что слово Божье, которое было сказано к ним, проповедано к ним, оно что? Оно для них все, как бы, заповедь на заповедь, все шуточки и так далее, и как бы откидываются, и в итоге он говорит что? Все, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и падут в сеть, и будут уловлены. Исайя был конкретным таким пророком, знаете, то есть он был жестким человеком. И он говорил твердо и напористо. Ну, мы можем посмотреть на другого пророка, да, например, на пророка Иеремию. Каким пророком был Иеремия? Божьим, аминь, да. Ну, каким мы могли бы охарактеризовать его, каким он был пророком? Да, да, но он, знаете, он выступает уже такой пророк, который все время, ну, как бы, сокрушен своим сердцем, да? Плачущий пророк. Плачущий пророк. Вот. И мы можем о нем сказать, что он, в действительности, его можно охарактеризовать как плачущего пророка. Но что важно, что в действительности все пророки, они что? Они, в первую очередь, проповедовали Слово Божье, да? Можно сказать, что они проповедовали Моисеев закон, то, что было дано через Моисея. И это было первым, что они все являются или являлись проповедниками Слова Божьего. Можем на это сказать аминь? Аминь. Еще давайте откроем Третью книгу царств, 17 главу, 1 стих. Третью книгу царств, 17 главу, 1 стих. И мы видим, что Илья что делает? Он не просто в начале, в начале что он делает? В начале он проповедует, да? А потом он только делает что? Пророчествует. Вы видите, да? О том, что не будет, что там? Дождя, воды. И мы знаем в итоге, что это пророчество что? Исполнилось, да? Что написано, что по слову Ильи не было три года дождя. Второе, что делает пророк, характеристика второго. Он пророчествует. Первое, он проповедник. Второе, он пророчествует. И вот пророчествует он в двух направлениях обычно. В каких направлениях он двух проповедует? Аминь, скажите это в микрофон, пожалуйста. В настоящее и в будущее. То есть, если в действительности пророк является истинным пророком, он будет пророчествовать не только о будущем. Знаете? Потому что есть многие пророки, которые говорят, там будет через сто лет, через год, через двадцать лет. Тогда это может быть невозможно проверить, будет кому-то. Но настоящий пророк, он пророчествует на сегодняшний день, на завтрашний день, на месяц, на год и на множество лет вперед. Настоящего пророка можно проверить уже сегодня. Является ли он таковым или нет. Второзаконие, 18 глава, 21-22 стих. Второзаконие, 18 глава, 21-22 стих. Я хотел бы, чтобы кто-то читал. Чтобы мы участвовали как бы все. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Но говорил этот пророк по дерзости своей, не бойся его. Итак, мы видим, что, смотрите, да, само слово Божье, да, сам Бог, еще через Моисея, да, говорит нам о чем? О том, как проверить на самом деле пророк говорил. Ну, в смысле, не просто пророк ли говорил, а Бог ли говорил через пророка, да? Или пророк сам говорил слова какие-то от себя, как здесь так и написано, да? От дерзости своей. И он говорит, как это проверить? Ну, из текста что вы видите? Если исполнится, значит Бог. Если не исполнится. Микрофон, пожалуйста. Если исполнится слово, значит Бог говорил. А если не исполнится, то по дерзости своей говорил пророк. Значит, если слово, сказанное этим пророком, исполнится, значит это что было? От Бога. Если оно не исполнится, то что? Значит, это не Бог говорил, а говорил пророк о дерзости своей. Пожалуйста, возьмите микрофон. Еще характеризуются пророки, которых, это, потому что Илья был пророк, который слушал весь Израиль. Вот. Народ принимал его пророчества, а остальных не принимали до времени, но они сбывались. Вот тут еще зависит от народа, народ принимает или нет пророка. Ну, сейчас мы как бы говорим о другом. Мы сейчас характеризуем само пророчество, да, то есть часть действия пророка, то есть его пророчества. Итак, значит, разговор идет о чем? Что Писание нам говорит, что слово пророка, если сбудется, то это было слово, сказанное от Бога. Отсюда мы можем сделать какой вывод? Для того, чтобы нам выяснить, сбудется это слово или не сбудется, то пророчество должно быть не на долгое будущее, а пророчество, говоримое пророком, должно быть на ближайшие дни, чтобы мы с вами могли увидеть, вообще это была истина, или этот пророк просто говорит сам от себя, от своей дерзости, как здесь написано. Более интересный, как бы такой, ну, фрагмент, давайте откроем Еремия, 28 глава, который в действительности характеризует нам именно такие действия, как Еремию, как пророка, о котором говорится во второзаконии 18 главе. Еремия, 28, мы прочитаем всю главу, она небольшая, эта глава, поэтому, кто готов прочитать всю главу, Еремия, 28? В тот же год, в начале царствования Седекия, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаволона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал, Так говорит Господь Саоф, Бог Израилев, сокрушу Ермо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, который Новходоносор, царь Вавилонский, взял из всего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию, сына Иакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон. Я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу Ермо царя Вавилонского. И сказал Еремия пророк пророку Анане, пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоящих в доме Господнем. И сказал Еремия пророк, да будет так, да сотворит это Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место это. Давайте остановимся. Посмотрите на этот эпизод. Здесь говорится о чем? Что есть пророк Еремия, да? И есть пророк Анане. Мы видим, что пророк Анане, его в данном случае принимают, да? И слушают то слово, которое он говорит. И этот пророк, он пророчествует о чем? Я хочу от вас ответ, но в микрофон. А возвращение плена Вавилонского назад? Да, ну избавление. Избавление, да, и из плена, и что еще? Говорите, говорите, микрофон. Сокрушение Ерма Вавилонского? Сокрушение Ерма Вавилонского, да. И он говорит, что что? Посмотрите внимательно, третий стих. Тут указан конкретный срок. Да, 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 совершенно правильно. Он говорит, через два года. Видите, да, через два года это произойдет. И что будет? Ну что он говорит? Смотрите в отрывок, внимательнее. Значит, все сосуды Дома Господня будут возвращены. То есть тут указываются конкретные сроки и конкретные действия, которые должны произойти. Значит, он говорит о конкретных вещах, которые должны произойти, да? Он говорит, что будет Ермо свергнуто. И в конце концов мы знаем, что Ермо было свергнуто, да? Но намного позже. Это первое, да. Мы знаем, что это произошло, да? Значит, потом он говорит, что это произойдет через два года. Мы знаем, что это через два года не произошло. Но они на тот момент не знают. Мы уже знаем сегодня, да, что через два года этого не произошло. И он сказал, что через два года это произойдет, и через два года уже сосуды, которые были взяты из Дома Господня, будут возвращены в Израиль. И он дальше еще говорит, что будет происходить. Короче, он делает перечень того, что должно будет произойти, и все это должно будет произойти через два года. И вот смотрите, в ответ на это мы читаем, что Иеремия что делает? Он тоже пророчествовать начинает. Посмотрите внимательно, да? Кто готов отвечать? Шестой стих. И сказал Иеремия, пророк, да будет так, да сотворится я Господь, да исполнит Господь слова Твои, какие Ты произнес о возвращении из Вавилона, сосудов Дома Господней и всех пленников на место сие. Стоп. Пророчествует ли здесь Иеремия? Пророчествует ли здесь Иеремия? Нет. Посмотрите внимательно. Он не пророчествует в данный момент. Он просто говорит, что? Он утверждает, говорит, да, да будет так. То есть, как бы, скажем так, он согласен с этими словами, потому что он хочет, чтобы это совершилось, да? И он, как бы, может быть, где-то, может быть, уже наполнился радостью того, что если через этого пророка говорит Бог, и действительно, если через два года это произойдет, то он радуется этому, он говорит, аминь, да будет так. Да будет так, видите, да? То есть, он готов согласиться с этими словами, но он не пророчествует в данный момент. Он просто, как бы, подтверждает, ну, готов согласиться с этими словами, что если это будет, то это как? Это будет хорошо, да? Дальше. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Достаточно. Итак, смотрите. Когда предсказывали войну или что-нибудь еще, да, какие-то бедствия, то люди не особенно желали даже, как бы, проверять это дело, да? Но вот когда предсказывался мир, то принимали только в том случае, если что происходило? Если пророчество сбывалось. Видите, он подчеркивает Еремея еще один очень важный такой момент. Какой? Какой момент? Что если ты настоящий пророк, и если слово, которое ты говоришь, ты говоришь не от своей дерзости, как сказал Бог через Моисея, да, а именно действительности от Бога, то что должно произойти? Оно должно исполниться. Тогда твое пророчество будет принято, и ты будешь принят, как пророк, который в действительности говорил от Бога. Давайте на этом пока остановимся. Значит, мы рассматриваем 28 главу пророка Еремии. И Еремия делает заключение, да, по поводу, мы сказали, что в действительности, что если это говорил Бог, он говорит по отношению к Анании, да, то, если это говорил Бог, то пророчество должно сбыться. Читаем 10 стиха. Кто готов читать? Так пророк Анания взял Еремос Еремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова. Так говорит Господь, так сокрушу Ермонову Ходоносора царя Вавилонского через два года, сняв его с вы всех народов. И пошел Еремия свою дорогу. Остановимся тут, да? Что сделал еще раз Анания? Он еще раз как бы подтвердил, что это слово было от Бога, да? Он снова пророчествовал, говоря о том, что это действительно состоится через два года. Еремия посмотрел на это дело и пошел своей дорогой, как здесь написано. Читаем с 12. Идут слово Господне к Еремии, после того, как пророк Анания сокрушил Ермо свои пророка Еремии. Иди и скажи Анания, так говорит Господь, ты сокрушил Ермо деревянное и сделаешь на него Ермо железное. Ибо так говорит Господь, Саваок Бог Израиле, железное Ермо возложено вы и всех этих народов, чтобы они работали на его Ходоносору царю Вавилонскому, и они будут служить Ему, и даже зверей полюбок Яотдал Ему. Ты сказал пророк Еремия, пророк Анании. Послушай, Анания, Господь тебе не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот, я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. Что интересного произошло? Значит, первое, что Бог начал говорить к Еремии. И Бог стал говорить к Еремии, чтобы он вернулся, да, и говорил к самому Анании. И он ему сказал, что то, что ты говоришь, это не говорил Бог. Ложь просто. Или ты, как говорится, придумал своим умом это, да, что это будет так. Я не говорил этого, сказал Бог. И в результате чего он говорит, что не просто данный Мухудоносор будет царствовать. Но Бог говорит, что он лично, сам Бог, ему отдал все, да. Отдал эти народы, отдал даже полевых зверей, он говорит. То есть все отдал в его царствование. Но самое важное говорится о том, что Еремия пророчествует о том, что Анания умрет уже в этом году. Бог говорит, что сброшу тебя с лица земли, и ты умрешь в этом году. И здесь написано, что Анания умер в седьмом месяце этого года. А если мы вернемся к первому стиху, то мы прочитаем, в каком же месяце вообще происходили события. В первом стихе написано, что в пятом месяце происходили все эти события, и Анания пророчествовал в пятом месяце. Это говорится о чем? Что через два месяца пророчества, которое сказал Еремия, исполнилось. Это подтверждает еще раз в очередной раз, что Еремия был настоящим пророком. Слово, сказанное им в тот момент, было не от его дерзости, или от его ума. Оно было сказано самим Богом. И то, что он сказал, оно исполнилось тут же. Два месяца – это небольшой срок. И все увидели, что человек, который пророчествовал, говорил ложь, а Еремия говорил истину. И в отношении того, что тот ложный пророк, и в отношении того, что будет. И потом мы знаем, что Еремия пророчествовал по отношению действительности возвращения из Вавилона. И он сказал, что это будет через 70 лет. И сегодня мы можем посмотреть, искать, что это в действительности состоялось. То есть пророчество Еремия было истинным, потому что в действительности Еремия был пророком от Бога. Аминь. Отсюда мы можем сделать очень хороший вывод, что в действительности настоящий пророк, он должен пророчествовать на какое-то ближайшее время, которое может происходить в ближайшие дни, месяцы, недели, может быть год. Что еще я хотел бы сказать? Вопрос такой. А Ешуа пророчествовал на ближайшее время? Да. Пророчествовал о разрушении храма. Если вы готовы ответить на этот вопрос, то возьмите микрофон. Пророчествовал о разрушении храма. Ну, это исполнилось, да, это исполнилось, аминь. И оно исполнилось после его смерти. Он пророчествовал о своей смерти, о последних днях, о том, как ему надлежит умереть и воскреснуть по Писанию. Совершенно правильно. А пророчествовал ли о том, что его предаст Иуда? Нет. Он не пророчествовал о том, что его предаст Иуда. Он сказал, что один из вас предаст меня. Но он не сказал, что это сделало Иуда. О чем еще он пророчествовал? О Петре. Вот, совершенно правильно. Только говорите в следующий раз в микрофон. Он... Возьмите микрофон. О Петре пророчествовал. Он в действительности пророчествовал о Петре, да, что... Помните, да, какое было пророчество? Что трижды, да, написано? Он сказал, что трижды не пропадет петух, как ты, ну, отречешься от меня, да? Ишуа в действительности пророчествовал и на ближайшее время так же. И его пророчества, они что? Сбывались. Также пророк должен пророчествовать, если это истинный пророк, на долгий какой-нибудь срок, да? Это здесь, во втором. То есть он пророчествует. Первое, он проповедник. Второе, он пророчествует. И в разделе пророчеств он должен пророчествовать на короткое время, и он должен пророчествовать на какое-то длительное время, на продолжительность. Ну, можно как бы вспомнить уже пророчество Мехея, да? Которое мы сегодня читали из пятой главы и второго стиха, что где должен родиться Мессия, да? Это было пророчество, сказанное за долгое время, и оно осуществилось. Или мы можем вспомнить того же Исаию, да? Который пророчествовал о рождении Мессии. Помните, да? Что Дева должна родить. Или можно вспомнить того же Исаия, который пророчествовал о смерти Мессии, да? Поэтому, что говорится в отношении будущего, то в действительности пророки, которые являлись истинными, они также пророчествовали и о будущем. И не все пророчества еще сбылись. Есть еще достаточно много пророчеств, которые должны будут только осуществиться и сбыться. свидетелями которых мы с вами станем. И все это еще ожидает только быть. Поэтому пророчества, они говорились на короткое время, на какое-то длинное время и на очень долгий промежуток времени. Но все оно взбудется и все оно будет так, как сказал Бог. На это я могу сказать аминь. Третье, что характеризует еще действительности истинного пророка, это его благочестивый образ жизни. То есть он должен вести благочестивый образ жизни, в отличие от прочих различных лжепророков. Я бы сказал так, что, знаете, для тех, кого вы собираетесь почитать за пророка, вы должны для них ставить очень жесткие и строгие рамки в отношении их жизни и хождения пред Богом. И это по Писанию, да. Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава. Седьмого по двадцатый стих. Читай, читай, читай. Читать? Да, пожалуйста. Просите и до... С пятнадцатого по двадцатый стих. Седьмая глава, с пятнадцатого по двадцатый стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли стерновика виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Какое мы могли бы сделать заключение в отношении того, что говорит Иешуа по поводу пророков? Из этого отрывка, описание. То есть, плохой человек не может пророчествовать, да. То есть, он говорит, что, смотрите, во-первых, он говорит 15 стих, первые строки, о чем он говорит? Берегитесь лжепророков. Первое, что он говорит, что берегитесь лжепророков, да. И он дальше дает очень интересную характеристику. В том смысле, что на самом деле, если пророк является истинным пророком, пророком Божьим, а не лжепророком, то такой пророк должен вести какой образ жизни? Благочестивый. Благочестивый образ жизни. Потому что он подчеркивает, что из хорошего источника, да, хорошая вода, да, здесь он говорит о плодах, да, что по плодам их узнаете их. Написано так, да, что, ну, помните, Яков говорит о языке, помните, да? Он говорит, что с одного источника не может истекать горькая вода и сладкая вода, да. Если этим языком мы кого-то проклинаем, то мы не можем благословлять Господа. А если мы благословляем Господа, то мы не можем кого-то проклинать тогда. То есть не может с одного языка истекать и плохое, и хорошее. Это неправильное положение человека. Но и тут он говорит о пророках. То есть если в действительности пророк является Божьим пророком, то и образ жизни его должен быть добрым в соответствии с Божьими постановлениями. Аминь. Сейчас мы будем говорить о заветах, которые были заключены Богом с Израилем. Заветы, заключенные Богом с Израилем. Можно дать им пальчиком? Братья, братья. Ну, для начала я хотел бы узнать вообще, о каких заветах вы знаете? О каких вы знаете заветах, которые Бог заключил с Израилем? Завет с Авраамом. Так, есть. С Ицхаком. Согласен. С Иаковом. Значит, потом, после этого был заключен завет на горе Синай со всем народом Израиля. Но он называется как? Это завет Моисея, да. Значит, потом был заключен завет с Давидом, с домом Давида, значит, который полностью исполнился в Ишуа Мессии, и через жертву Ишуа Мессии был заключен новый договор с домом Израиля и домом Иуды. Хорошо. Завет на крови Ишуа Мессии. Хорошо. Значит. С Израилем. С Израилем, да. Так вопрос был насчет заветов с Израилем? С Израилем. С Израилем. Так все началось с Авраама в таком случае. Правильно. Все начинается с Авраама. Совершенно согласен с вами. Значит, какая деталь? Там. Что? Хорошо. Итак, все начинается в действительности завета с Авраамом. И сейчас мы рассмотрим этот завет, который Бог заключил с Авраамом. Давайте откроем 17-ю главу «Бытие». «Бытие» 17-я глава. «Бытие» 17-я глава. Значит, во-первых, мы можем увидеть, что завет, который Бог заключает с Авраамом, произошел в тот момент, когда Аврааму было сколько лет? Здесь написано, да, что Авраам был 99 лет. Аврааму был 99 лет. И сказано, «Я явился Аврааму Бог и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между Мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Итак, первое, что мы могли бы из этого вынести, это то, что завет, который был заключен с Авраамом, ну, он, во-первых, был безусловный завет. То есть, на самом деле, как бы условий особых никаких не было. Потому что он призвал его, да, он откликнулся на этот призыв, пошел, и Бог сказал, «Вот, ходи передо Мною, ну, непорочно, да, и вот завет мой с тобою». И, значит, здесь 17.2 можете себе отметить, что это тот момент, когда Бог объявляет Аврааму о завете. Бытие 17.2 – это момент объявления Аврааму о завете. То, что Бог собирается с ним заключить завет. Завет Авраама, он заключал, ну, был заключен, как бы можно сказать, из двух, из трех, я бы сказал даже, из трех частей. Завет Авраамов, он состоял из трех частей. Первое – это условия, которые относились ко всему человечеству. Первое условие завета, оно относилось ко всему человечеству. Значит, там же в Бытие, в 17 главе, во 2 и в 6 стихе обращение о том, что Бог говорит, что «И весьма, весьма размножу тебя». И 6 стих. «И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Значит, это та часть завета, которая была направлена на то, что относилось ко всему человечеству. Здесь не только, ну, направление к израильскому народу. Видите, да? Здесь направление, которое относится этого завета ко всему человечеству. И давайте поговорим немножко о том, как же все-таки это обетование было исполнено. Ну, можем сказать «Аминь» на то, что это обетование было исполнено. Обетование, которое Бог сказал, что «размножу тебя». Я хочу варианты ваши. Как это обетование было исполнено? Тут написано «Я весьма, весьма распложу тебя, произведу от тебя народы». Значит, и мы знаем, что от Авраама произошел народ Израиля. Давайте, подождите, знаете, о чем вначале поговорим? Поговорим вначале о бесчисленном потомстве. Что вот первая, как бы, часть, да? Это то, что Бог говорит, что Он даст бесчисленное потомство. Первая, как бы, часть его, да? Что Он даст бесчисленное потомство. Из чего мы можем увидеть, что у Авраама в действительности бесчисленное потомство? Я немножко... Потом мы вернемся к этому, хорошо? Если говорить сквозь призму Нового Завета, то там говорится о семени Авраама. И по вере всякий народ, принимающий Ишуа как свою мессию, значит, является потомком Авраама. Давайте не будем трогать пока Новый Завет. А если... Хорошо. А если говорить... Значит, мы знаем, что от Авраама произошло два сына. Так. Значит, Ицхак и Измаил. Значит, это уже... Вопрос. Один вопрос. Сколько вообще было детей у Авраама? Много. Не-не-не, дорогие мои. Сколько вообще было детей у Авраама? Один, единственный. Нет. Возлюбленный. Восемь как минимум. Сколько их было? Ну, вообще, сколько их было? Восемь. 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 Совершенно правильно. У него было восемь детей. Первый был... Измаил. Измаил. Совершенно верно. Вот. Потом был... Второй Ицхак. Ицхак. 25-я глава Бытия. 25-я глава Бытия. Нашли? А, да вам еще одну же. Кто нашел 25-ю главу Бытия? Возьмите кто-то микрофон и прочитайте. Давай, я прочитаю. Про детей. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Достаточно. Да. Мы сейчас не будем читать, кто кого дальше родил. А потом цена наложниц там еще есть в шестом... Здесь шесть. Шесть. Здесь шесть. Шесть. Здесь шесть, да? Здесь шесть, да? Исаак и Измаил. И так всего у Авраама было уже восемь детей. Да. Ну, уже много, правда? Кто знает, сколько родилось детей у Исмаила? Двенадцать. Двенадцать, правильно. Здесь же в 17 главе, в 20 стихе, Бог дает обетование для Исмаила. Он говорит, потому что Авраам беспокоится о своем сыне, понимаете, да? И он говорит ему обетование, он говорит, что? Кто готов читать? Будьте, пожалуйста, активнее, но участвуйте с микрофоном, хорошо? Двадцатый стих. Да. Итак, у Исмаила родилось двенадцать детей. У Исака родилось сколько? Двое. Двое, да? Да. И если говорить об Исаве, там тоже от него произошел народ? Да. Так, да? И если мы скажем об Иакове, сколько родилось у Иакова детей? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать детей у Иакова родилось, да? И дочь. Лапочка. Ну, кто пошел как именно народ, да? Двенадцать. Двенадцать детей у него родилось, да? И отсюда мы видим что? Что это обетование, оно начинает что? Сбываться, исполняться, да? Начинается расширяться. Что не просто обетование заключено в том, что еврейский народ стал многочисленен, да? Но обетование заключено в том, что в действительности от Авраама происходит что? Множество народов. Множество народов. И говорится о том, что не просто множество народов, да? Ну, давайте прочитаем 17.4-6. Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Итак, мы встречаем здесь очень интересный такой момент. Это в отношении того, что у Авраама Бог что сделал? Изменил имя. Да? Авраам это было имя какое? Ну, это в переводе имя обозначало отец. Отец, ну как бы такой, знаете, маленький. Маленький отец. Авраам. Это был как бы отец, но маленький отец. А когда он его называет Авраамом, то значение его имени становится таким, что он становится отцом уже не маленьким, а отцом уже множества народов. Понимаете, да? И даже в изменении его имени как бы изменяется предназначение самого Авраама и исполнение того обетования, которое Бог ему дает. Что он уже не просто отец маленький, он уже становится отцом множества народов. И важный такой момент, что он говорит, вот то, что вы начали в прошлый раз говорить, о том, что он ему говорит, что не просто произойдут народы, а что? Шестой стих. Весьма-весьма расположу тебя, и произойдут от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Значит, смотрите, от Измаила произошли какие народы? От Измаила это арабы, да. Арабские народы, да, произошли от Измаила. Но знаете, что интересно, что не только от Измаила произошли арабские народы, но и от некоторых других детей Авраама также произошли другие части арабских народов. Не только от Измаила, но и от некоторых других детей произошли другие части арабских народов. И вот территория, населяемая на востоке, да, арабы, там некоторые другие племена, они многие, они связаны с собой, ну, если соединить их в Аврааме, можно их соединить. И вот, ну, мне так рассказывали, я не был в Израиле, мне так рассказывали, я не был в Израиле, что в Израиле иногда можно, допустим, разговаривать с евреем, и они показывают на арабов и говорят, ну, это наши сводные братья, ну, подразумевая то, что, да, что Измаил, ну, является, как бы, братом по отцу. Вот. А арабы иногда, когда разговаривают с арабами, и они показывают на евреев, и могут даже выразить такой фразой, ну, это наши двоюродные братья, почему-то. Вот. Хотя мысль заключена в том же, что некоторые произошли от Исава. Понимаете, да? Да. Вот. И они поэтому говорят, что это наши двоюродные братья. По иудейской традиции римляне произошли. То есть это немножко дальше, хотя те же семиты. Римляне? Ну, я не знаю насчет римлян. Я в этом не в курсе насчет римлян. Если есть это какая-то точная информация, то можете принести на следующее занятие. Есть чем подтвердить твои слова? Иудейская традиция. Ведь римские племен... Смотри, я думаю, что если мы будем исследовать места расселения народов, мы увидим, что вот эти вот территории, которые занимал Рим, то есть нынешняя Италия, они были заселены потомками Эдома или Исава. Так что мы можем столкнуться еще с новой теорией, что представители Римской империи начнут также претендовать на титул семитов. И претендовать на то, что они могут быть как бы потомками Авраама. Вы слышите, да? То есть что происходит сегодня с арабскими народами, да? То есть что их конкретная претензия выявлена именно в этом, да? Что они как бы являются потомками Авраама, поэтому им также принадлежит эта земля. Они претендуют на многие вещи, которые произошли от Авраама, да? Так что с этой теорией мы можем выйти к тому же, что теперь и люди, населяющие Римскую и бывшую империю, также могут претендовать на это же. Ну, не знаю. Если есть доказательства к этому, я, честно говоря, не знаю об этом. Потому что теорий много. Например, теория о том, что в Китае затеряно 10 колен Израиля. Слышали, да? И даже многие там подтверждения приводят и так далее. Есть теория, что русский народ является тоже потомком тех 10 колен. Да, я тоже это слышал, что как бы и такая есть теория. Знаете, когда я был во Львове, я столкнулся с такой теорией, что, например, что Ишуа не приходил вообще в Израиль, или он не ходил по… что он ходил по галочине на самом деле. Вот. То есть и такое я тоже слышал. Поэтому теорий очень много, знаете, и различных теорий. Но я не оспариваю. Если есть доказательства, то я не могу знать всего. Что я знаю, то говорю. Итак. Теперь давайте поговорим о завете с Авраамом, но который был направлен уже конкретно относящийся к Израилю. Завет Авраама, но часть этого завета, относящаяся непосредственно и конкретно к Израилю. 17 глава, 7 стих. 17 глава, 7 стих. Он говорит, что кто готов читать? Микрофон дайте, пожалуйста. И поставлю завет мой между мной и тобой и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечным в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И 21 стих. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. Итак, мы видим, что Бог говорит о завете, который будет поставлен вечным заветом. Вы видите, да? Смотрите, в Писании, 7 стих, да? Он говорит о том, что завет, который он поставит с Авраамом, это завет будет вечным. И из этого стиха мы могли бы сделать вывод, что в принципе со всеми потомками Авраама Бог делает тогда этот завет, да? И значит, все потомки Авраама могли бы присоединиться к этому завету и считаться частью этого завета. Но в 21 стихе он делает очень конкретное ограничение по поводу того, с кем на самом деле из потомков Авраама он заключает этот завет. И скажу вам, что не потому, что они лучше, чем другие. Потому что их вообще на тот момент даже и не было на самом деле. Только один Исаак. То есть, но Бог просто выбирает и считает, что Он хочет иметь отношение именно вот со всей линии, которая пойдет от Исаака, да? И то не со всей. Мы знаем, что потом будет еще один этот вот отбор. Итак, значит, Он избирает, Он говорит нам в 21 стихе, да? Он говорит, что «но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в это самое время на другой год». То есть, Он что говорит? Что у Сары будет на следующий год ребенок, которого будет звать Исхак, и вот именно с ним я заключу этот завет, который будет навечно заветом. Именно с этим потомством твоим. 21 стих также говорит о том, что это завет, который заключенный с Исааком. Так, в 26 главе Бытия, в 4 стихе, мы видим продолжение действия этого завета, но завет уже заключается... Открывайте, 26 глава. Читаю. Да. «Умножив потомство Твое, как звезды небесные, дам потомству Твоему все земли эти, благословятся все имени Твоем, все народы земные». Здесь уже непосредственно Бог заключает завет уже не с Авраамом, говоря о том, что завет будет мой заключен с Исааком, да? Но здесь уже непосредственно Бог заключает завет вечный с кем? Уже самим кем? Исааком. Четвертый стих, то, что мы только что прочитали. «Умножив потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли эти, благословятся всеми Твоем все народы земные». В данном случае это пророчество, которое имеет отношение к мессианскому периоду, да? Ну, во-первых, здесь пророчество, говорящее о том, что «Я Тебя благословлю». Во-вторых, говорящее о том, что «Я Тебе дам землю». И третье – это то, что в семени Твоем благословятся все народы земные. То есть это уже мессианское пророчество о Мессии, о том, что Мессия произойдет из чесл Исаака. «И Авраама Господь благословлял». «И Авраама Бог благословлял», конечно. Не ищите, все правильно. Мы просто говорим о завете, который Бог заключил с Авраамом. Да? И мы сказали, что здесь есть два пути благословения. Благословение для множества народов и царей, которые произойдут от Авраама, так? И также есть завет, часть этого завета, которое относится конкретно только к народу Израиля. И он говорит, что завет вечный будет с тобою, определяя то, что завет вечный будет именно не со всеми потомками твоими, а с кем? А с потомками, которые произойдут от Исаака, который родится от цары. Здесь, в 26 главе, в 4 стихе, Бог говорит с кем? Он говорит с Исааком. Хорошо, давайте, я понял. Давайте прочитаем чуть больше, чтобы вам было понятно. Давайте прочитаем с 1 стиха. С 1 по 5 стих включительно, для того, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак в Мелеху, царю филистинскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Стоп. С кем, кому явился Господь? Микрофон отвечайте. Ицхаку. Ицхаку. Вы слышите, да? Кому было явление здесь? Ицхаку. Исаку. Ицхаку. Исаку. Явился Господь. Дальше что он говорит? 3 стих. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти. И исполню клятву, которую я клялся Абраму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные дам потомству твоему. Все земли эти благословятся всеми не твоим, все народы земные. Зато Абрам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Итак, с кем здесь заключает Бог завет? С Исаком. Он подтверждает тот завет и заключает завет уже самим Исаком. Тогда он говорил с Абрамом и говорил, что завет будет продолжаться в ком? С Исаком. В сыне его Исаке. У него было 8 детей. Но он выбирает одно направление, да? Бог выбирает одно направление. Он выбирает Исака и его продолжение. Сейчас, секундочку. И он заключает теперь заветским с Исаком. 35 глава, 11. Давайте с 9 стиха, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. С 9 стиха, для того, чтобы было понятно, о чем речь. Кто готов читать? И явился Бог Якову по возвращению его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль, и нарок ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плоди сию умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Ицхаку, я дам тебе, и потом стут ему под тебе дам землю сию. Итак, мы видим, что продолжение заключения Завета, именно Вечного Завета, оно продолжает идти уже теперь в Исаке, мы говорили, два сына, два направления. Есть Иаков и есть Исаф, но Бог избирает снова одно направление, и Он ведет эту линию того, где будет этот Вечный находиться Завет. Если этот Вечный Завет начинался от Авраама, но не распространился на всех восьмерых детей, а был выбран Исак, теперь у Исака есть двое детей. И Бог продолжает свой Вечный Завет, выбирая направление и линию. Это теперь Иаков. И здесь Он говорит уже самим Иаковом о том, что я ставлю с тобой Вечный Завет. Вы слышите, да? И снова Он говорит ему о чем? О народе, о земле. Вы видите, да? Завет, который был заключен с Авраамом, он себе нес вот эти основные мысли. Это то, что я буду Богом твоим вечно, да? Я размножу тебя многочисленно, я дам тебе землю, и ты будешь благословением для всех других народов. Вот это вот был Завет, который выбирал, ну, избирал Бог и вел его конкретно, вот избирая от одного к другому. И эта линия шла в итоге к народу какому? Израильскому, да? И вот здесь Иаков уже и меняется его имя, и он теперь называется как? Израиль. Вы видите, да? То есть начинается как бы этот Завет от Авраама, хоть он и называется Заветом Авраама, да? Но в него входит в этот Завет сам Авраам, Исаак и Иаков. Являясь патриархами, они и являются частью все именно Завета Авраамова. Вся эта линия движется от Авраама до Иакова. И здесь меняется название имени Иакова, да? Он больше не хитрец, не обманщик, не кто-то еще либо, но он получает новую сущность. Он называется Израилем. Он называется Израилем. И это уже движение этого Завета, оно идет по нему и уже движется в самом народе израильском. Понятно, да? И основа, основополагающего этого Завета, это что? Я Бог ваш вечный, да? Я благословлю и размножу тебя, я дам тебе землю, и ты будешь благословением для всех народов. Так, скажем пока Аминь. Что бы я еще хотел отметить, это по поводу земли. Итак, мы сказали, что был выбран, да? Именно направление было выбрано в одном из потомков Авраама, да? Которое пошло через Исаака, потом Иакова, да? И перешло в народ израильский, да? Это то обетование, которое Бог заключил с Авраамом. Обещание земли, было ли оно дано также всем? Обещание земли также, оно заключалось именно в обетовании том, в вечном этом Завете. Что именно вот в этом вечном Завете и было обещано также и земля для одного народа, который назовется народом Израиля. И вот интересно, я бы хотел обратить внимание, это на... Я сейчас не буду зачитывать места, где описывается обещание земли, а вот я хотел бы обратить внимание на другое. Как, ну, в своем роде, Бог отделял других потомков, чтобы они не мешали, скажем, тому, чтобы в действительности в Исааке пошло это обетование, и в Исааке был этот Завет. Пожалуйста. Авраам отослал сначала Измаила, потом он отослал остальных своих детей, дав им подарки. Совершенно правильно. Значит, Исаф, он, в принципе, сам по себе, именно в силу... Ну, сейчас давайте, давайте, именно дети Авраама, да? Значит, правильно. Авраам, первое, что он отправляет Измаила, помните, да? И он отправляет Измаила, как бы с одной стороны это была прихоть кого? Это была прихоть Сары, да? Потому что Сара огорчалась из-за поведения, которое было со стороны Измаила и его матери Агари, да? И поэтому Бог ему сказал, сделай то, что хочет Сара, да? И не огорчайся, ну что? Потому что я от него произведу так же, великий народ. И Авраам просто собирается и утром отправляет Агарь и Измаила в какое-то место. Это 21 глава. Бытие, здесь говорится об этом. 14 стих. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отракой отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версави. И потом мы знаем, что Бог говорил с Агарию, да? И они нашли колодец, и Бог сказал так же Агаре, чтобы она не беспокоилась, потому что в действительности он благословит самого Измаила. Снова, снова, да? Говорится здесь. От него великий народ. Спасибо, что он. Он говорит в 18 стихе. Встань, подними отрака, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. То есть Бог не оставил даже просто так, да, потомка Авраама, но он сказал, что у него будет особое благословение. И в 25 главе, в 6 стихе, где говорится о рожденных от других, от жены, да? А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Вот так же утверждают многие, что потомки именно со стороны вот здесь детей Авраама, которые были отосаны в землю восточную, что они так же являются, ну, частью как бы арабских народов. То есть нету такого, я не могу вам сказать, что это четкое доказательство, да, но это утверждение как бы некоторых богословов, что именно эти вот части этих народов, они так же являются частью арабских народов. Что еще хотел бы я сказать, это то, что мы можем увидеть сегодня, увидеть в этом завете, который Бог дал по отношению к народу израильскому, некоторые вещи, которые Он заключил как завет вечный, да? Во-первых, мы знаем, что Бог по сегодняшний день хранит народ израильский. И все изгнания, которые были и так далее, и так далее, можно было бы определить даже таким образом, что благодаря в некоторых моментах этим изгнаниям народ израильский остался как народ, ну, как этническая часть, понимаете, да? Да, что они не были, ну, полностью ассимилированы, да, они не исчезли как народ, потому что многие народы исчезли. Знаете, да, те древние народы, их сегодня многих не существует, они просто растворились в других народах. Но Бог, Он хранил еврейский народ все это время, оставляя постоянно эту часть народа как одну цельную этническую группу, которая в итоге не перемешалась с другими народами и не растворилась в других народах. И даже в те самые, как бы, такие вот трудные моменты, например, тот же Вавилонское пленение, да, можно сказать так, что, может быть, благодаря тому, что именно этот народ был взят из земли и переселен, и Он, и Он, благодаря этому, остался жить в каком-то своем, ну, понимаете, да, мире в каком-то таком, да, определенном, поступая по своим правилам, живя на своих законах и так далее. Благодаря этому Он, может быть, не исчез в то время. Последние две тысячи лет как раз свидетельствуют об этом. Например, можно еще сказать по поводу того, что в Вавилонии, ну, Бог сохранил остаток, да, ну, чтобы именно весь как народ, как часть его сохранилась. И Писание очень часто говорит о существующем постоянном остатке, да, верных, те, которые оставались верны Богу. Их всегда меньше, чем большая часть народа, но они всегда остаются. Если мы посмотрим с вами на пример первый, второй и шестой век, моменты рассеяния по, ну, всему лицу земли, да, тоже происходили особенные события, и можно сказать, что Бог благодаря этому рассеянию также сохранил народ. Ну, в первом веке произошло разрушение храма, помните, да, вот, и в действительности такое серьезное истребление еврейского народа. Во втором веке это было восстание против римлян, вот, и также после этого тяжелые гонения и преследования. И в шестом веке это было нашествие арабов, когда земля очень сильно вырезалась просто, ну, люди просто вырезались, и народ мог исчезнуть. Но благодаря тому, что в действительности народ был рассеян, а рассеян он был все-таки из-за своего непослушания, а вот, но благодаря тому, что Бог дал эту возможность рассеяния, сам народ, ну, остался цельным, понимаете, да, он существует на сегодняшний день, благодаря тому, что он был рассеян. Иначе бы на своей земле он там был бы просто уничтожен бы и мог бы раствориться, например, среди арабского народа. Очень кратко мы остановимся на Моисеевом Завете. Я думаю, что о Моисеевом Завете вы, наверное, многое знаете, да? Основное такое, как бы, Моисеево Завета мы просто посмотрим еще раз, это Исход, 19 глава, с 4 по 6 стих. И скажу вам, что Моисеев Завет — это уже не безусловный Завет. Это Завет, который говорит, если будет, значит будет, а если не будет, то не будет. Понимаете, да? Ты будешь ходить. Да, то есть это уже совершенно другой, как бы, Завет. Не тот условный, который был дан Аврааму, что «я с тобой буду вечно». Да, но все-таки, когда он дает ему уже Завет, да, он ему дает его безусловно в том отношении, что ты, все народы и твое племя, которое пойдет по тебе, то есть народ израильский, да? Это был безусловный Завет. В том смысле, что в отношении к Аврааму было сказано «да», что ты ходи со мной. В отношении потом, когда шел разговор с Исааком, существует также условие. Ну, говори. Значит, Аврааму сказано было «ходи предо мной». Ицхаку было сказано за то, что Авраам ходил, за то, что он исполнял, что я повелел. То есть определенные условия было, и оно было соблюдено. Хорошо. Все равно считается, что это безусловный Завет, потому что он дан навеки. Аврааму было сказано, что этот Завет, который поставлю с тобой навеки. Понимаете, в чем разница? Разница в том, что когда вступает в силу Моисея в Завет, да? Сейчас одну сетку. Когда вступает в силу Моисея в Завет, тот Завет, который существует с Моисеевым Заветом, он есть с условием того, что будет вам так или будет вам этак, да? Но условия, которые были даны Аврааму в Завете, они были заключены в том, что это навеки. Помните, когда, ну, мы будем сейчас говорить об этом, мы перейдем к Давидовому Завету, да? Он говорит, это Завет с условием, который будет навеки. Мы там рассмотрим проблемы, которые были в этом Завете. Сейчас мы перейдем к этому. Но существует безусловное, как бы, определенное значение этого смысла. Того, что он заключается навеки. То есть народ будет грешить, из этого будут проблемы. Они не будут ходить и так далее. Но от этого Бог не отворачивается. Вот в чем смысл безусловности этого Завета. Со стороны Бога. Что он не изменит своего отношения по отношению к этому Завету и к этому народу. Независимо от того, как они себя будут вести. Понимаете, в чем безусловность заключена? Да. Безусловные Божные намерения. Если говорить о каких-то уже тогда дальше благословениях, да? Еще каких-то вещах. То это уже условно, да. Но в данном случае, если говорить об Аврамовом Завете, он безусловен по той причине, что со стороны Бога, он говорит, что с его стороны, да, вот есть все. На веки вечные я твой Бог. На веки вечные, значит, ты будешь то-то и то-то со стороны Бога. Есть, ну, как бы определенные вещи, которые зависят от благословения и неблагословения. Которые вот в основном уже и идут в Моисеевом Законе. Помните, да? Да. Второзаконие, особенно 28 глава, где мы встречаемся с тем, что он конкретно говорит, да, что если вы слушаете меня, то будет у вас все благословенно. Если вы не слушаете, то он говорит страшные слова. Он говорит, я прокляну вас. Сам Бог говорит по отношению к нам, да, к нашему народу. Он говорит, что я прокляну вас. То есть, если вы не слушаете. Вот где условия. Понятно это, да? Или я что-то... Правильно? Здесь тоже ходи передо мной, и будь непорочен. А если бы он не ходил? Ну, он же ходил. Что, будем читать, да? Ну, ты хотел что-то... Да, и вот в четвертом стихе Господь говорит, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. То есть, он говорил, что он заботился все время, несмотря ни на что, и вот он... Ты исход читаешь, да? Да, 19 главу, как раз вот этот четвертый стих, вот, скажешь, четвертый... Да. Что? 4, 5, 6. Да. Дальше читать. 5, 6, да. Итак, если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вот Моисеев, завет, да? То есть, те отношения, которые Бог устанавливает через Моисеев закон, да? Он какой? Он условный. Условный. Вы понимаете, да? Он вечный. Он условный. Увечный. Он условный. То есть, завет Авраамов оставался на евреях. Понимаете, да? Завет, который был заключен с Авраамы, Исхаком и Яковом, оставался. И здесь заключается, как бы, завет новых отношений. Ну, именно Моисеев. Завет — это завет новых отношений, да? В которых Бог говорит, как он будет себя вести по отношению к народу, если народ будет вести себя по отношению к нему так, как он этого хочет. Вы понимаете разницу? Тут можно сказать, что завет с Авраамом и с его детьми — это был завет личный, потому что с Авраамом, с Исхаком и с Яковом. То есть, это заветы с личностью. А поскольку они расплодились, то возникли уже совершенно другие отношения, и возникла необходимость заключения завета с народом. Я согласен и не согласен, потому что я считаю, что Моисеев завет, он также является личностным заветом. Понимаете, да? То есть, завет заключенный с народом, но в то же самое время и личностный завет. Потому что в этом завете каждый человек, он также должен быть частью этого завета. Он должен нести ответственность за все. Если как бы выступая просто как в части народа, это одно дело. Но как часть народа, каждый должен был на себе нести личностные отношения с Богом. Поэтому здесь нельзя говорить, что этот завет только с народом, но не с каждой единицей этого народа. Нет. Это завет, который является заветом с каждой единицей. Но смысл здесь этого завета, он больше говорит уже об отношениях. Понимаете? Кто должен что делать, как делать и так далее. И в результате этого, что будет со стороны Бога. Здесь, в данном случае, даже если вы не соблюдаете завет Моисеев, то завет Авраама не отменяется в вашей жизни. Понятно, да? То есть завет Авраама не отменяется, потому что завет Авраама, он в этом отношении, он дан безусловно. То есть ты являешься частью этого народа, и ты стоишь в этом завете. И ты находишься в нем. В этом завете. Ходишь ты пред Богом, не ходишь ты пред Богом, но ты находишься в этом завете. Понимаете разницу, да? А здесь, в завете Моисеева, здесь более конкретные вещи обговорены уже в отношениях, потому что ты должен делать то-то и то-то для того, чтобы у тебя были отношения. Это уже немножко другой завет, который с условиями, завет, который с условиями. И сейчас мы перейдем к завету, который называется «Завет с Давидом». Что вы знаете вообще о завете с Давидом, который заключил Бог с Давидом? Это завет царства. Давиду обещано, Давиду его семени обещано царство навеки. В данном случае нет. Давиду не было поставлено условий. Давиду не было поставлено условий. Завет, могу сказать сразу, что завет, заключенный с Давидом, он в силе до сегодняшнего дня. Понимаете, да? То есть, это завет, который сделан заветом, можно сказать, вечным заветом. То есть, и в данном случае там не было условий. Опять же. Было обещание. Было обещание Божие, да. Значит, давайте посмотрим. Во-первых, на объявление самого завета. Это вторая книга царств. Седьмая глава, двенадцатый стих. Вторая книга царств. Двенадцатый стих. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаёшься отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдёт из чресел твоих, и упрочу царство его. Значит, вот здесь вот звучат слова, когда Бог объявляет завет Давиду, да, что я поставлю после тебя семя твое. Вы слышите, да? И упрочу царство его. Видите, да? Объявление завета, и в нём нету никаких условий. То есть, почему? То есть, скажем так, Бог уже из тех отношений, которые у него были с Давидом, да? Как он называет Давида? Муж по сердцу моему, который исполнит все желания. Муж желаний, да? Или муж по сердцу моему. И Бог уже, исходя из отношений, которые у него были с Давидом, он даёт ему определённое обещание, да? Объявление вот этого завета. Он говорит, я поставлю после тебя семя твое, и, говорит, и упрочу царство его. В тринадцатом стихе. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Что Бог говорит? И я что сделаю? Утвержу царство его навеки. Навеки – это означает навеки. Вы понимаете, да? Вечно. То есть, это навсегда. То есть, здесь нет вариантов о том, что кто-то не послушался, кто-то послушался и так далее. Здесь нет никаких условий. Здесь обещание Божие. Вы понимаете, да? Разницу. Здесь просто обещание Божие, что это будет так, и по-другому не будет никаким образом. Он говорит, что я утвержу престол царства его навеки. И мы можем сказать, что это также является, как и Авраамов Завет, безусловным Заветом. Потому что здесь идет обещание Божие навсегда. Понятно, да? То есть, он говорит навсегда, то есть навеки. Этому не будет окончания. То есть, я сказал это, я это и сделаю. И вот это вот является безусловным Заветом. Второе, что мы можем прочитать, это то, что в 14 стихе мы читаем, что... Давайте 14 стих прощем. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом... Достаточно пока, 14-15. Значит, что он говорит? Он говорит, что, во-первых, это предсказание на ближайшее будущее, да, которое он говорит, да? А насчет Соломона, да? Предсказание на ближайшее будущее. Вот. И он говорит очень важные слова. Он говорит, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него. Это очень важно. Понимаете, да? Это важная часть завета, которая говорит о том, что в действительности, даже несмотря на то, что он, если будет ходить порочно, да, то есть не будет следовать путям моим, то милость Божья в данном случае заключена в том, что он не отнимет своей милости от него. Вы понимаете, да? Да. В этом и есть безусловность также этого завета, как бы показывает, что Бог сказал, что это будет, это останется с Давидом. Значит, каких вы знаете сыновей по линии Соломона? Можете посмотреть, если вы знаете, где. Хорошо, давайте я скажу вам. Значит, были хорошие, были хорошие, понимаете, что такое хорошее, да? Которые имели отношения, да, нормальные с Богом, да. Значит, к таким относились, например, Аса, помните такого царя? Иосифат, Иезекия, Иосия. И были нечестивые такие, как Ахас, например. Ахас, да. И Ахас. Еще одно обещание Божие. Давайте посмотрим еще на одно обещание. Чтобы понять полное значение всего пророчества, посмотрим шестнадцатый стих. Седьмая глава Второй книги Царства. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит в веке. Итак, отсюда мы можем сделать некоторые выводы. То есть полное значение пророчества заключено вот в чем. Во-первых, твой дом. То есть это можно сказать, как генеалогическая линия. Знаете, что такое генеалогическая линия? Значит, твой дом, это касается генеалогической линии. То есть это говорит о том, что именно потомки Давида будут иметь право и будут восседать на престоле Давида. Понятно, да? То есть все это направление обещания царства, сохранение трона и так далее, все это касается только потомков Давида. Поэтому генеалогическое дерево. Второе, он говорит, что твой трон. Он говорит, что твой трон устоит в веки. Твой трон устоит в веки. Можно было бы отметить, что по линии Соломона было Богом провозглашено проклятие. В Еремии в 22 главе, 28 и 30 стих. Иеремия 22 глава. Двадцать восьмой стих и 30. Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его, и брошены в страну, которую не знали. Так говорит Господь, запишите человека сего лишенным детей, человеком злополученным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидому и владычествовать в Иудее. Итак, Иехония, он являлся потомком Соломона. И в данном случае мы видим, что Бог через пророка Иеремию говорит о том, что этот род проклят. То есть, другими словами, мне нужно карандашик. Итак, у нас есть Давид. От него линия проходит к Соломону. От него она в итоге приходит к человеку, которому имя Иехония. И этот человек проклят Богом. И сказано, что именно по этой линии уже больше никто не сядет на престол Давидов. То есть, другими словами, эта линия в отношении царствования прерывается. Понятно? То есть, в отношении царствования эта линия прерывается. Больше никто с этой стороны теперь не сможет сидеть царем. Хотя там есть еще эпизод пробный. Это, по-моему, царь Сидекия. Который восходит, если я не ошибаюсь, именно по этой линии. Но это все. То есть, это последнее, что происходит. И больше действительности по этой линии царя уже не будет. Давайте теперь, знаете, чтобы рассмотреть это вот до конца, вот этот момент, мы посмотрим вот на что. Поговорим о рождении Ишо. Значит, мы знаем, во-первых. Первое, что мы знаем в действительности из Писания, это то, что после того, когда народ израильский возвращает, уходит, в общем, скажем так, в Вавилон, да, и возвращается с Вавилона, с этого момента в Израиле больше не было царя. Знаете, да? Единственные были попытки претендовать на царский трон. Это потомки Иуды Маковея. Они какое-то время как бы заняли царское положение. Ну, сразу давайте поговорим, имели ли они право на то, чтобы быть царями? Это была временная мера. Это была в действительности временная мера, и на самом деле они не имели права на то, чтобы занимать царственное положение. Потому что царем мог быть только человек, который исходил из какого колена? Племени Иуды. Племени Иуды, правильно. Только племя Иуда было определено для того, чтобы быть царственным. Понимаете? То есть цари могли быть только оттуда. Следующий момент. Сам Маковей и его потомки были из какого племени? Из племени Левия. Священников. И они могли быть на самом деле только священниками. Но они никак не могли быть именно царями. Вопрос. А как же тогда с Шаулем? Я так и думал, что сейчас будет этот вопрос. Значит, Бог сказал, что трон остается только за царством Давида. Помните, да? И на самом деле, если мы посмотрим, то трон, он никуда не делся. На нем не было царя. Но трон оставался на месте. Вы понимаете, да? То есть трон не исчез. Он существовал и существует по сегодняшний день. По сегодняшний день трон что? Существует. И он не занят. Он свободен. Потому что он ожидает того, кто по всем правилам займет это место и этот трон. Говори. Я сейчас вспомнил. Просто есть место. По-моему, это Ооси, где говорится о том, что поставляли царей, не спрашивая меня. То есть трон оставался, но на нем сидели самозванцы, значит, и в глазах Бога они царями, в принципе, и не были. Значит, а Шауль, он, в принципе, был человеком, который отражал именно образ царя, который был в сердце народа, как у других народов. На самом деле он не был тем царем, которого хотел видеть Бог на этом месте. Я скажу, я не могу сейчас в полной мере ответить на ваш вопрос, потому что я сейчас настроен к тому, чтобы говорить именно по поводу Давидова линии. Значит, то, что мы можем точно увидеть, что, во-первых, трон Давидов, он существует, он никуда не делся, он есть. Место просто на сегодняшний день свободное. Знаете, некоторые, ну, скажем, христиане, да, или даже богословы утверждают, что Иисус, когда вознесся и воссел Одесную Бога Отца, да, что Он как бы занял этот трон. Ну, я скажу честно, что, читая других богословов, я понимаю, что это неправильно. Потому что Писание говорит о том, что Мессия должен воссесть здесь, на земле, на этот трон. Понимаете, да? Поэтому то, что трактуют, что якобы трон занят, ну, там, на небе, это неправильно. Потому что наступит тот момент, когда в действительности физически здесь, на земле, ну, мы знаем, в период тысячелетнего царствования, да, Мессии здесь, на земле, этот трон будет занят. И, то есть, будет занят в действительности тем, кто происходит оттуда. Таишуа сам рассказывал притчу о том, что сын был отправлен, сын ушел в дальнюю страну для того, чтобы получить царство в наследство. И мы сейчас как раз в этот период и живем. И ожидаем его возвращения для того, чтобы он, получив царство, воссел на этом троне. Итак, говорим о Ишуа, да? Значит, в Евангелии от Матфея, в первой главе, ну, всем хорошо известная, есть родословие, да? Есть родословие. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Здесь написано, что родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса, Изару, от Фамарии Фарис родил Иесрома, Иесром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Соломона. Соломон родил Ваоза, Атраха Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесей, Иесей родил Давида. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Соломон родил Равама, Равама родил Авио, Авио родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Иосафат родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Монасию, Монасия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима, Иаким родил Иихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же из Вавилона родил Салафииля, Салафииль родил Зарававиля, Зарававиль родил Авиуду, Авиуд родил Елакима, Илаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елеуду, Иллиуда родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иаков, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Значит, что мы здесь видим? Родословие ведется от Авраама, проходит через Давида, проходит через Давида к Соломону, проходит дальше, и по этой линии она приходит в итоге к Киосифу. К Киосифу, мужу Марии, названному отцу Иисусу. Понимаете, да? Сейчас, не на вопрос. Значит, приходит к Иосифу. И смотрите, если бы Иисус был на самом деле бы сыном Иосифа, то Он на самом деле бы не имел бы права быть царем. Потому что этот род, он как бы имеет право быть царем. То есть есть права быть царем. Но из-за проклятия, которое здесь существует, он в итоге не может быть царем. Право имеет, но быть не может. Из-за того, что существует проклятие в этом месте. Ясно? Или не ясно? Ясно. Ну, права он получает, он права как бы имеет, потому что он идет по этой линии, понимаете? Но на самом деле быть царем не может по той причине, потому что здесь линия эта прервана. Из-за проклятия, которое было сказано в жизнь этому человеку. Потому что если мы вернемся снова к Еремии. Давайте откроем еще раз. Еремию, 22 главу. И прочитаем 30 стих. То здесь написано. Так говорит Господь. Запишите человека этого, лишенным детей, человека злополучным, в одни свои. Потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидомом и владычествовать в Иудеи. Вы слышите, да? Еремия, 22 глава. 30 стих. То есть Бог сказал, что уже по этой линии, которая идет через этого человека, никто никогда больше не будет сидеть на престоле. Есть один момент. Вчера мы как раз говорили о двух видах проклятий, которые используются в Писании. Именно с ивритом мы разбирали. Есть проклятие как отделение от Бога, а есть проклятие как несение наказания на себе. Значит, и если здесь идет речь о проклятии как несение наказания, то в конечном итоге Ишуа и понес это наказание. Значит, посмотрите. Мы сейчас в данном случае о чем говорим? О завете Давида, который заключен в том, что за Давидом есть трон, за Давидом есть вечное царство, обещанное Богом. И что из его племени, то есть его потомки будут сидеть на этом троне, царствовать. Но здесь мы читаем, что Бог сказал, что он обрывает вот эту часть потомков Давида, пересекает, скажем. То есть с этой стороны он говорит, что не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. В 30 стихе сказано. Вы понимаете, да? Бог четко определил, что с этой стороны потомки Давидова не сядут на престол. Пока. Аминь. Перерыв. Значит, давайте, я понял, что есть вопросы еще. И нет, ее вопрос мы просто будем обсуждать. Сейчас. Насчет Иихонии, да? Есть вопросы, я так понял. Значит, Иихонии говорит, 4 книга царств, 24 глава. 6 стиха можем прочитать, чтобы больше знать об Иихонии. Давайте, 6-й, 9 стих. 6 по 9, кто хочет прочитать. 4 книга царств, 24 глава. И 3 месяца царствовал в Иерусалиме. 7. Имя матери его Нехушта, дочь Элеофана из Иерусалима. И делал он неугодно в очах Господних, во всем так, как делал отец его. Значит, отсюда можем узнать, что его отец был Иаким, предыдущий царь, да? И что этот человек был нечестивый перед Господом, так? Да. И Ихония восцелился вслед него, и царствовал всего лишь 3 месяца, и где-то в другом месте, говорится, 10 дней. И это царство было не таким сильно большим, да? И причиной, почему это было, потому что он был что? Нечестивец просто. Нечестивец. Как и отец его, да. И в результате эта линия пересекается, где записано, мы читали, в Еремии, да? Помните, я сказал, что был царь Седекия потом еще. Но царь Седекия, здесь же в этой главе пишется, что он был, это 17 стих. «И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иихонии, вместо него, и переменил имя ему на Седекию». То есть он не был уже из этого числа, понимаете, да? Это был его, ну, дядя как бы. То есть он не исходил из самого Иихонии. Вот. Значит, что мы говорим, к чему мы возвращаемся. Итак, если бы Иешуа был бы настоящим сыном Иосифа, да? Да. То по определению Божьему из этого родословия уже не мог быть человек царем. Потому что Бог сказал, что человек не будет царем больше из этого родословия. То есть его потомки, потомки Иихонии. Сам Иосиф, он, мы видим по родословной, да? То есть родословная, которая написана в Матфее, в первой главе, да? Это родословная Иосифа. Понятно все? Да. Из этой родословной мы видим, что Иосиф, будучи его потомком, он имел как бы право на престол, понимаете, да? Но быть царем он не мог. Потому что Бог сказал, что из этого рода больше не будет царей на престоле. Это понятно? Да. Вопросы есть по этому? Спасибо. Или нет? Понятно, да? Значит, мы все хорошо знаем, что Ишуа на самом деле не был сыном Иосифа. Это для всех знакомая, да, информация? Не новая? Не для кого? Ишуа не был сыном, ну, по плоти биологическим отцом. Отцом Иосиф не являлся. Поэтому в Евангелии от Луки мы встречаем родословную, которая отличается от родословной, которая представлена в Евангелии от Матфея. Скажу сразу, чтобы не было вопросов. Нигде четко так не написано. Это родословная Мария. Но из контекста, если вы читаете весь контекст, Евангелия от Луки, вот эти части, мы можем прийти к выводу. И учитывая то, что в Евангелии от Матфея есть родословная Иосифа, из контекста мы можем понять, что родословная принадлежит не Иосиф. Но так как родословная Иисуса, кто может быть еще один представлен? Значит, это родословная его матери, то есть родословная Мария. Понятно с этим, да? Там нигде не написано конкретно родословная Мария. Потому что обычно задают всегда сразу этот вопрос. А где написано, что это родословная Мария? Поэтому я объясняю. Это общее принятое богословское понятие, в котором нет ни у кого сомнений и разделений. Ну, я имею в виду богословов. Принято, что в действительности эта родословная, она является родословной Марией. Потому что, во-первых, это видно из контекста. Во-вторых, родословная, которая представлена как родословная Иосифа Матфея, отличная от этой родословной. Итак, откроем Евангелие от Луки. Третья глава. 23 стих, да? Да. Да, Евангелие от Луки, третья глава. Да. Давайте начнем читать с 23 стиха. Кто может... Иисус, начиная свое служение, был лет 30-ти и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Ислимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семениев, Иосифов, Иудин, Иоаннаев, Ресаев, Зоровавелев, Салафиев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Илмадомов, Иров, Иосиев, Елизиров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Семеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннаев, Илиакимов, Меллиаев, Маинанов, Матафаев, Наафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Иесромов, Фарисеев, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Иезеров, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Меллиилов, Кайнанов, Иносов, Сифов, Адамов, Божий. Аминь. Да. Хорошо, что вы заметили сразу, что здесь родословие идет как бы в другую сторону, да, то есть было родословие от Авраама, да, в данном случае наоборот, ну, как бы возвращаясь назад, да, и возвращаясь назад в 31 стихе мы видим разницу, где происходит разница. Перед Давидом стоит кто? Нафанов. Посмотрите, не Соломон, а кто? Нафанов. То есть видите, да, Нафанов. И вот по этой части, по этой части Нафанов и потом, скажем, Мария, да, приходит, ну, в общем, к Марии, да, Значит, что из этого можно сказать? По закону, по закону, по еврейскому закону, отец передает своему сыну первенцу право наследия. Знакомо для вас, да? Да. Что по закону отец своему первенцу, сыну, передает право наследия. Иосиф, являясь, ну, скажем, как это сказать, нареченным отцом, да, имел право передать своему сыну Иисусу, Иешуа, право на наследие. Да. По этой линии он имеет право на наследие, на то, чтобы занять, как потомок Давида и как потомок Соломона, занять и называться царем и занять этот трон. Но есть проблема. Исходя с другой стороны, также по иудейской традиции, да, что мать передает, ну, своему ребенку то, кем он является, да, как по-другому выразиться. Природу, да, природу. Или, можно сказать, что по матери определяется личностность ребенка. Понимаете это, да? Да. Именно, вот, скажем, отсюда, как бы, отталкивались раввины, когда пришли к этому решению, чтобы, ну, считать евреем того, кто рожден от матери, а не от того, а? Когда отец неизвестен. Когда отец неизвестен, да. Вот, что именно считать рождением не по отцу, а рождением, что человек является евреем, по матери, именно отталкиваясь отсюда, что говорилось, что именно мать передает личностность человеку. Понимаете, да? Мы можем также здесь вспомнить, например, то, когда мы встречаем эпизод, когда Павел идет, обрезает Тимофея. Все прекрасно знали, что Тимофей, ну, отец Тимофея, да, был кем? Греком, да, он был? Вот. И, но Павел целенаправленно идет и что делает? Обрезает его, да? Потому что, как бы, по матери передавалась сама личностность Тимофея. До этого момента, некоторые утверждают, что просто до этого момента он не был, как бы, определен вообще, кто он? Грек или еврей, да? Но после своего обрезания он был уже определен, кто и кем он является. То есть, другими словами, что Иешуа через свою мать получил идентичность, а через своего отца, названного, да, он получает именно вот это вот право на то, чтобы быть через эту линию царем, а через свою мать он получает право на то, чтобы сидеть на этом престоле. Кто? Нет. Нет. Нафан был братом Соломона. По матери? А? По матери только по отцу. Ну, по Давиду. По отцу. По отцу, да. Нет. Мать одна же была в Версалии, у него больше не было Соломона. Значит, Давид, и Бог сказал, что Соломон, да, как следующий его потомок, и пойдет это вот. Поэтому, из-за прерыва, из-за того, что здесь было прерывание, прерывание, да, проклятие, и Бог сказал, что больше не будет сидеть, что-то должно было произойти такое, чтобы кто-то получил право на этот престол, понимаете? И вот это право, и право, и принадлежность, они произошли именно в этом месте. Мария дала ему принадлежность, идентичность того, что он происходит из царского рода, а Иосиф дает ему право на то, чтобы сидеть на этом престоле, как его отец, понимаете, да? Ну, который взял его, ну, как усыновил его. Значит, еще давайте посмотрим Галатам, 4-я глава, 4-й стих. но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Итак, Павел, он увидел в этом, да, ну, весь, как бы, полный план этого действия, да, и он говорит, что произошла что? Полнота этого времени в том смысле, что в действительности, что он пришла полнота, что Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Ну, пятый стих, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Именно в этом наследии есть право его занимать этот трон. Вопрос, да. Не вопрос, тут один интересный момент. Вот тут вот Павел говорит два момента, значит, который от жены родился и подчинился закону. Так вот, от жены он получил полное право и место на престоле, а вот от того, кто считался его отцом, он получил вот это вот проклятие, которое понес на себя, подчинился закону. Значит, смотрите, право он на самом деле получает через отца. право на трон он получает через отца, ну то есть через Иосифа. Но через Иосифа же он получает и это проклятие. И проклятие, которое есть в этой части. Которое он и несет на себе. Хорошо, пусть будет так. Но в данном случае, как бы, говоря именно о направлении именно этом, то есть мы должны увидеть очень важный момент, то есть каким образом Иешуа попадает на, ну, имеет право и является в действительности наследником того, что он может сесть на этот трон. Ясно? И это же указывает, что он царь, который должен понести на себе грехи своего народа. И это указывает, что он царь, который должен на себе понести грехи всего мира. Хорошо. Вы понимаете, да, мысль? То есть как мы приходим к этому? Потому что по этой части не могло быть уже царя на самом деле. Откуда же возьмется тогда царь? И вот он приходит, царь отсюда. Вот таким вот образом. То есть это опять же мы видим, что определенный план Божий, который знал все предстоящие действия, которые будут происходить со всеми этими людьми. И каким образом это соединится вместе. значит, что говорится о его царстве? Помните? Ну, своими словами. Упрочится престол его на веки. Упрочится престол его на веки. И как еще называют его царство, пророки, как говорят о его царстве? Что это царство чего? Мира. Помните, да? Царство мира, царство праведности. И где оно находится? На земле. Это то, что мы уже сегодня говорили, что это очень важный такой момент, что царство, о котором говорится, оно говорится именно о том, что это царство, которое находится на земле. Подожди. Что это царство, которое находится именно на земле. Потому что именно пророки пророчатся о том, что трон Давидов будет занят где? На земле. Не так, как некоторые утверждают, что Иисус уже занял его в небесах, понимаете, да? Но трон его свободен здесь, трон его будет занят здесь, на земле, когда наступит тысячелетнее царство. И конец второго псалма говорит нам об этом. Второй псалом. Спасибо. 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 Шестой стих. Я помазал царя моего над Сионом святою горой моей. Продолжайте. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и в пределы земли во владение тебе. Ты поросишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И так вразумитесь, царь и царь, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его сгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Значит, сказано, что он его подмазал царем где? На Сионе. Да? И в итоге говорится, что все народы будут что? Стоять под ним. Что он будет царствовать над всеми народами. И он рекомендует всем что сделать? Смириться, да? Смириться под его власть. Иначе их всех ожидает что? Просто погибель. Значит, давайте сделаем вывод по поводу Завета с Давидом. Какой вывод можем сделать? Значит, во-первых, есть, ну, значение пророчества, которое Бог сказал, да, или обетование, и Завет, который... Он был заключен в трех направлениях. Помните, да? Мы говорили. Это то, что дом, то есть генеалогическая линия от Давида, да, которая будет иметь право на то, чтобы царствовать. Второе, это твой трон устоит во веки, он говорит. То есть это означает, что царство Давидова, оно будет вечным. То есть ему не будет окончания. И третье, что это царство мира, праведности где? На земле. Просто мы должны понимать о том, что именно царь придет здесь, на земле. Царь васядет на свой трон именно здесь, на земле. А? Аллилуйя. То есть царь васядет здесь, на земле. То есть это будут реальные события, которые будут видеть все люди. Это события, которые будут происходить таким образом, что все будут видеть, и все будут видеть, что царь воссел наконец-то на свой трон. Хорошо. Ну, можно было бы, знаете, еще бы здесь как бы задать один вопрос по поводу того, когда Ишуа пришел. Мы будем как бы каждый раз подходить к этому вопросу. Когда Ишуа пришел, как принял его Синедрём? Правильно, Синедрион его отверг. И заметьте, что часто говорят, что народ отверг Ишуа, да? Да. Но если быть точным, то Синедрион отверг Ишуа, да? Но самое важное то, что Синедрион, он в действительности представляет собой что? Весь народ. Вы понимаете, да? По этой причине, раз Синедрион отверг Ишуа, то это означало, что и весь народ в этом решении как бы соучастником является. Что из-за того, что начальствующие, владеющие народом, правящим им, отвергли его, то и весь народ как бы находился в этом положении. Того, что они отвергли Ишуа. А вот вопрос такой. Вот я задам этот вопрос. Что было бы, если бы Синедрион не отверг Ишуа? Что было бы, если бы Синедрион не отверг бы Ишуа? Ну, я скажу вам, послушайте, послушайте. Один из вариантов, если бы, забегаю вперед, да, один из вариантов, если бы Синедрион не отверг бы Ишуа, да, то наступило бы мессианское царство. Но для того, чтобы был сам этап искупления, да, необходимо было бы, чтобы Ишуа умер. Если бы Ишуа не умер, то тогда не было бы, ну, его воскресенье, и мы бы с вами не имели бы возможности иметь искупление. Ну, многие предполагают, что в том случае, если бы Синедрион принял бы Ишуа, да, Ишуа бы воцарился, как царь, в ответная была бы реакция от кого бы тут же? От тех же римлян. Они бы не потерпели никакого бы царя. И они бы аналогично бы распяли бы Ишуа. Но было бы, знаете что? Не было бы причастности нашего народа к этому, которому его все время обвиняют. Хотя, если мы посмотрим в Деяние 4 главу, помните это тарелок из Писания? Деяние 4 глава. Прочитаем 26 по 28 стих. «Постали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понти Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Посмотрите, очень интересное объяснение. Мало кто вообще, честно говоря, обращает на это внимание о том, что говорит само Писание. Знакомый для вас этот отрывок? Что мало вообще кто обращает на это внимание. Всегда сразу говорят о чем? Что евреи виноваты в распятии Иисуса. Но это правда и нет. Вы понимаете, да? Потому что это не полная правда. Полная правда сокрыта вот в этих трех стихах. Здесь написано, что восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. То есть участвует кто? Это часть из пророчества, а потом идет более такое, ну как бы скажем, его уже изречение. Он говорит, «Ибо поистине собрались в городе Семна, Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Кто вообще там участвовал? Все. Все? Все. Все мастеры. Это в действительности хорошее объяснение того, что здесь участвовали все. Нам легко, ну как бы сегодня говорить, мы верующие люди, да, и мы можем сказать, что я также был участником распятия Иисуса, да, потому что я грешил, делал грехи и так далее. Мы сегодня, это для нас как бы, знаете, стандартная заготовленная фраза, да? Но, если говорить более конкретно, то здесь написано в действительности о том, что все народы и народ израильский в том числе участвовал в этой смерти Иешуа. Но это короткое отступление. Псалом 2 говорит, кстати, о том же. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себе оковы их. И тут, кстати, альтернативная история, даже если бы Израиль принял Иешуа, значит, и даже если бы исполнилось бы то, что Израиль стал бы светочем для всех народов, и они покаялись, то мы видим, что в конце тысячелетнего царства все равно Сатам выпущен на свободу и при самом наилучшем раскладе все равно окончательно происходит такой бунт. И опять-таки все пришло бы к тому же. То есть рано или поздно человеческая природа взяла бы верх в этом деле и помазанник был бы распят. Мы будем об этом говорить еще более подробно. Но я просто хотел предложить вам, чтобы вы подумали, что было бы, если бы было по-другому, было бы в принципе то же самое. Разница была бы только в том, что тысячелетнее царство будет, оно бы наступило в тот момент. То есть, скажем так, что этап этих событий, который присущ сегодня, в которых мы находимся, его бы не было. Поэтому, может быть, с одной стороны, как написано в послании к римлянам в одиннадцатой главе, что их сегодня отказ, это как благословение для других. Понимаете, да? То есть, установилось тысячелетнее царство и, может быть, тогда меньшему количеству людей было бы дано возможность получить искупление. вы понимаете, что с одной стороны, можно было бы сказать, что нужно еще где-то сказать, может быть, спасибо. Я так уже грубо говорю, что они не приняли, потому что благодаря тому, что они не приняли, был еще промежуток времени, когда были открыты большие двери для других народов. Понятно, да. Ну, я так утрирую немножко, вы понимаете меня. Да, если рассматривать, знаете, на самом деле исторический факт, и мы посмотрим по Писанию, да, можно видеть, что пишется, да, что на день Пятидесятницы, да, ну, когда было сошествие Духа Святого. Около трех тысяч. Три тысячи, да? А вот. Потом, потом там встречается, что уверовали священники. А вот. Потом уверовало пять тысяч. Потом уверовало еще как что-то, да. И вообще исторически, ну, некоторые утверждают, что верующих Вишуа, как Мессию, где-то в первом веке, ну, или до первого века, да, в то время, да, что было 20, может быть, даже 30 процентов из еврейского населения. Около двухсот тысяч. Ну, я не могу утверждать точно сколько, но, как бы, я смотрел, как бы, многие предположения, которые говорят о том, что, в принципе, смотря на то, что, в действительности, как развивались события, можно предполагать, что, на самом деле, 20-30 процентов от всего еврейского населения, да, они могли принять Ешуа. Так если Яков говорит Павлу, что великое множество уверовавших, и все они ревнили законы, они реально посещали крауды, никто не препятствовал, то есть это... Ну, для вас, наверное, не секрет, да, что вообще последователи Ешуа воспринимали, как одну из сект иудаизма. Да. Это знакомо для вас, да? Да. Что их воспринимали, как одну из сект, как были секты Исеи, там, Саддукеи, Парисеи и так далее, да, называли их Назарейская ересь. Вот. То есть их принимали, как одну из сект иудаизма. То есть к ним было, конечно, такое определенное, ну, настроение, как бы, против, да? И мы встречаем, что те, которые следовали за Ешуа, пишутся, что их что, их исключали из общества, из синагоги, да, там просили уже не приходить, не находиться в этом обществе и так далее. То есть уже в то время были определенные гонения, но в то же самое время их все равно принимали как евреев, их принимали как людей, которые исповедуют иудаизм, да, и считаются как одним из направлений просто иудаизма. с братьями. Микрофон. Я так не разговариваю, Сереженька. Я хотела бы спросить, любовь проявляется в жалости? В жалости? Я спрашиваю учителя, пожалуйста, имейте уважение. Я думаю, что и да, и нет. Это на самом деле очень сложно, потому что часто вопрос, когда идет жалости, да, то любовь где-то уходит в какую-то сторону. Это как форма жалости. Ну, я поэтому сказал и да, и нет, потому что если, ну, мы сейчас будем эту тему, я так понял, обсуждать очень сильно. евангелист, так как вот вы евангелист, если мы любим людей, нам их жалко. Ага, ну так вы задавайте правильно-то вопрос. Ну да. Если идет речь о проповеди Евангелия, и если вы на самом деле любите людей, да, сострадаете им и так далее, то когда вы говорите Евангелие, вы не должны думать о том, что вам жалко людей, что они огорчатся, обидятся. Потому что это уже не любовь. То есть вы должны это понимать очень четко, да. Потому что это на самом деле не любовь, потому что если вы не скажете, вот. Люди, может быть, не огорчатся, но зато пойдут в гиену огненную. То есть это на самом деле какое-то, ну, зло просто. Такая форма жалости, она притупляет в нас в личности Божьей. Ну, что уничтожает. Если мы живем в людей, то почему мы говорим? Если мы, если мы, ну, как бы любим, да, на самом деле, если мы любим, то мы должны свою любовь проявлять правильно. Мать, которая любит своего ребенка, она знает, что если ему надо там, ну, даже скажу, ампутировать ногу, к примеру, или руку там, да, и она знает, что это единственный способ, чтобы ему остаться живым. Я вот даже недавно мне рассказали одну историю, реальную историю из жизни неверующих людей. У ребенка были, ну, проблемы с бронхиальной аспой, и что-то его укусило, он стал очень сильно надуваться, знаете, то есть, и ничего не помогало, и, в общем, к какому-то врачу привели, вот, и он сказал, значит, есть два варианта, либо я ничего не делаю, и он просто умрет, там, буквально через какое-то время. Есть второй вариант, я ему сделаю укол, это было где-то середина, ну, 80-х годов, он говорит, я сделаю ему укол, до конца исследований по этому уколу нет, он может тут же выздороветь, или может тут же умереть после этого укола, говорит, за вами должно быть решение, говорит, или он умрет, но, там, через течение, там, недели, может быть, или я сделаю укол, и он имеет возможность жить, или он умрет тут же, вот, и мать сказала, делайте укол, это был единственный, как бы, шанс, который мог, это реальность, ему сделали укол, он живет по сегодняшний день, вот, то есть, это помогло, но он от этого укола мог умереть тут же, вот, это говорит о чем, ей было жалко своего сына, она любила его, но любовь говорила о том, что я хочу, чтобы мой сын жил, если есть какая-то возможность, я испробую все для того, чтобы он мог жить дальше, и если мы говорим о проповеди Евангелия, если мы поступаем по любви, по отношению к людям, то жалость такая, я буду молчать, потому что они огорчатся, и пойдут в ад, она неприемлема, это не любовь, понимаете, если вы любите, если вы действительно, знаете, у вас правильная жалость, то вы скажете человеку, есть единственный способ и путь, благодаря которому ты можешь быть спасенным, и можешь жить дальше, это Евангелие, пожалуйста, ну давай, если у некоторых братьев-сестер, форма жалости, типа вот когда, нету разницы, мягко говоришь, твердо говоришь, мы за жалость сейчас не будем, потому что нужно уходить брату, а я не буду еще, дайте микрофон, только быстрее, вопрос по пророчеству, допустим, есть или будут пророки, которые были в Ветхом Завете, ну такие как в Ветхом Завете, или просто сейчас есть пророчествующие люди, есть ли пророки вообще? Сегодня? Сегодня, да, или будут? Конечно, есть. Нет, вы не поняли, такие как в Ветхом Завете имеется в виду, чтобы они пророчествовали глобально и на эпохе и все. Как-то не видно, что есть пророчества. Нет, ну я не могу вам сказать, что вот этот человек является пророком и так далее. То есть, но если рассуждать, я понимаю, что есть много мнений. Вы знаете, есть вопросы, которые как бы, они приводят к тому, что есть мнение. Например, есть группа людей, которые, ну, вообще не верят в то, что сегодня духовные возможности возможны. Понимаете? То есть, если мы начнем говорить на эту тему, значит, мы просто придем к вопросам разделения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!